Ну вот почему иногда квашенности получаются идеальными, с приятной кислинкой, хрустящие, ароматные, а в других случаях вроде делаешь абсолютно то же самое, и в них появляется какая-то противная слизь, или они разваливаются в кашу, или вообще плесневеют. Понятное дело, что речь идет и о качестве какого-то конкретного огурца или помидора, но в общем существует какая-то целая куча мелких тонкостей серии «хозяйки на заметку», которые действительно определяют то, будет ли ваше квашение на столе или на голове, в мусорке. К сожалению, у нас с вами, простых квашенщиков, нет возможности делать кучу экспериментов для того, чтобы выловить вот все эти тонкие тонкости, и квашение у нас часто напоминает игру в рулетке или бросание костей. Повезет? Не повезет. Понятно, что и продукты дорогие, и времени элементарно нет, и место хранения ограничено, и мы не можем себе позволить делать все эти эксперименты, чтобы понять, вот делаешь конкретно так, получается классно, а делаешь вот так, получается фигня. Но, к счастью, для нас существует целая отрасль науки, которая занимается квашением, ферментацией по-научному. Есть еще десятки энтузиастов квашения, которые делают сотни экспериментов и определяют то, каким образом нам добиться стабильного классного качества с любым продуктом и в любое время, летом, осенью или весной. И наука придет нам на помощь. И я, как дипломированный нутрициолог, кандидат наук на основании 28 научных исследований и экспериментов энтузиастов-квашельщиков, научу вас, как добиться стабильного качества при квашении абсолютно любых продуктов. Ну что ж, друзья, начинаем квасить. Ой, простите, пожалуйста, это для другого линия, вернее, для другого случая. Зовут меня Макс Погорелый и поехали! Итак, сегодня мы с вами научимся, как добиться максимально стабильного качества квашения и избежать появления плесени, противной слизи или размягчения продуктов. Я научу вас, как правильно мыть продукты. Это тоже наука. Как правильно выбирать время квашения, количество соли, температуру, при которой вы квасите. И, кстати, как правильно квасить и в жару, и в холод, потому что тогда количество соли и время квашения очень отличаются. Мы научимся с вами правильно выбирать соль, и она сделает реально гораздо полезнее ваше квашение. И выясним мучающий многих любителей здорового образа жизни вопрос, а нужно ли квасить вообще без соли, и каким образом можно квасить без соли, если мы выясним, что это все-таки полезно. И сегодня, как, впрочем, и всегда в моей программе, отделять муху лжи от котлет правды мы с вами будем по результатам научных исследований и описанием экспериментов энтузиастов квашения. Номер каждого источника будет стоять на соответствующем слайде, а их список вы сможете скачать по специальной ссылке, которая находится в самом конце описания к этому видео. По результатам нашего расследования мы выведем с вами 25 рекомендаций и правил стабильного вкусного квашения. Все они будут на таких вот фиолетовых слайдах. Я буду каждый раз говорить о том, что это правило или рекомендация, и советую их фотографировать для того, чтобы по окончанию нашего видео у вас на руках был полный план того, как квасить правильно. О полезности всяких квашенностей я вам сегодня рассказывать не буду. У меня об этом есть отдельное видео, которое называется «Пучит. Выход есть». Для того, чтобы овощи и фрукты правильно и хорошо квасились, их нужно правильно помыть. Тут у нас первое раздорожье. Мыть очень хорошо и тщательно, или наоборот спустя рукава. Да-да, друзья, потому что правильная помойка овощей и фруктов – это специальная наука. И этому меня, кстати, обучила одна моя экс-подруга, которая владела автомойкой и которая иронично называла себя «королева автопомойки». И вот для того, чтобы мы не становились с вами королевами и королями овощной помойки, куда улетят неправильные квашенности, давайте научимся овощи и фрукты правильно мыть, и заодно узнаем о том, как избавиться от пестицидов. И наше первое правило правильного квашения, фотографируйте его, пожалуйста, гласит. Тех полезных бактерий, которые позволяют добиться стабильного, высокого качества, этих бактерий на овощах и фруктах менее 10%. Все остальное – это либо абсолютно бесполезные для квашения бактерии, либо, в большинстве своем, бактерии вредные. И слишком тщательная мойка и вымачивание овощей и фруктов удалят слишком много полезных бактерий. И вот тогда начало квашения, старт квашения будет очень медленным. И вот тогда в ваших квашенностях и будут размножаться вредные дрожжи, которые превращают рассол в противную слизь, а ваши овощи – в кашу. А сверху на ваших квашенностях тогда сможет расти противная плесень. Так что, друзья, если вы квасите специально для того, чтобы ваше квашение ели дрожжи и плесень, то мойте как можно более тщательно ваши фрукты и овощи. Однако, погорелые, скажете вы, быть или не быть – это вопрос. Но мыть или не мыть – это же не вопрос в нынешних условиях, потому что все фрукты и овощи, они же страшно запестицижены, простите, пожалуйста. Нет-нет-нет, парирую я. Они не страшно запестицижены. Во многих моих видео, например, в последних о капусте или о помидорах, я показываю результаты научных исследований, которые четко говорят, да, пестициды встречаются, но на большинстве овощей и фруктов они находятся гораздо ниже опасного предела. Однако, редко это не значит всегда. И действительно, некоторые овощи, которые мы квасим, могут чаще быть загрязнены пестицидами. И, как показывают научные исследования, наиболее запестициженными из овощей и фруктов, которые мы квасим, являются помидоры, пекинская капуста, ее тоже иногда квасят, баклажаны и сладкий перец. Поэтому наша рекомендация номер два, фотографируйте, пожалуйста, звучит так. Помидоры, баклажаны и сладкий перец нужно все-таки мыть тщательно, потому что они иногда бывают загрязнены пестицидами. Китайская капуста или пекинская капуста тоже часто бывает загрязнена пестицидами. А вот огурцы, яблоки, сливы и особенно белая и краснокочанная капуста обычно содержат очень мало пестицидов и поэтому их, кроме капусты, конечно, можно мыть с прохладцей, чтобы на них оставались полезные бактерии. Бактерии, друзья, тут принципиально важны, потому что именно молочно-кислые бактерии, которые делают наши квашенности вкусными, которые дают стабильное качество, эти же молочно-кислые бактерии расщепляют все пестициды практически до ноля. В этом обзоре собрали результаты нескольких десятков исследований и оказалось, что обычное, так называемое, дикое квашение, которое происходит само по себе, без добавки специальных бактерий, это квашение расщепляет от 70 до 98% всех пестицидов, которые находятся в овощах и расщепляют они их до абсолютно безопасных продуктов. И об этом наша рекомендация номер 3, друзья. Особой тщательности в мытье и замачивании овощей перед закваской не требуется, потому что даже те остатки пестицидов, которые попадут в ваши квашенности, будут расщеплены полезными бактериями. Но, если вы вымыли, к примеру, очень тщательно помидоры или сладкий перец, то вот тогда вам нужно будет добавить в самом начале квашения стартер, специальную бактериальную культуру для того, чтобы старт квашения шел быстрее и для того, чтобы у вас в рассоле сразу были полезные бактерии, которые расщепят ваши пестициды. О том, что из обычных домашних продуктов можно использовать в качестве такого вот стартера, я расскажу вам чуточку позже. И хочу спросить вас, интересно ли вам видео о том, как избавляться от пестицидов в неквашенных фруктах и овощах, потому что наука действительно определила три самых важных способа, которыми тоже можно убрать практически все пестициды из ваших овощей и фруктов. Если эта тема важна и интересна, то пишите, пожалуйста, в комментариях видео про пестициды, и я буду знать, что тема важна, и я сниму ее поскорее. А мне эта тема кажется ужасно важной, потому что в интернете вам все время ездят по ушам всякие шарлатаны, рассказывают, что фрукты и овощи содержат минимум витаминов и минералов, и при этом страшно за пестициды. И эти бредовые фантазии приводят к тому, что люди едят овощей и фруктов все меньше и меньше, их рацион становится все менее и менее сбалансированным, они болеют все больше и больше, и вынуждены больше лечиться. Поэтому, если вы не хотите больше лечиться, то выяснить, то достаточно выледить овощи и фруктов, и то сбалансирован ли ваш рацион, вы можете, пройдя мой бесплатный онлайн-тест на сбалансированность рациона. Пройти его очень легко. Переходите по ссылке, которую видите сейчас на экране, и которую найдете в описании к видео, которое сейчас смотрите. Там вы попадаете на мой сайт, и вам будет предложено выбрать один из трех мессенджеров. Viber, WhatsApp или Telegram. Выбирайте тот, который вам удобнее. Нажимайте на кнопочку мессенджера, и вам будет предложено пройти тест. Отвечайте на 32 простых вопроса. Получайте мои выводы о том, насколько ваш рацион сбалансирован по шести самым главным параметрам. Риск рака, способность организма удалять так называемые шлаки, уровень закисления и так далее. И помимо этого, я дам вам также рекомендации о том, какие анализы вы можете ждать в том случае, если ваш рацион окажется несбалансирован. Проходите по ссылочке, проходите тест, и смотрим видео дальше. А дальше у нас еще одна неожиданная радость. Оказывается, заквашивание позволяет удалять также и опасные тяжелые металлы, которых все больше и больше в наших овощах и фруктах из-за промышленности. Да-да. Бактерии ухитряются связывать тяжелые металлы в нерастворимые комплексы, которые просто выносятся скалом и не усваиваются организмом. И именно об этом, друзья, наш вывод номер 4. Фотографируйте его, пожалуйста, о том, что заквашивание позволяет убирать и тяжелые металлы из овощей и фруктов, и таким образом делает их безвредными и при этом гораздо более полезными. Ну что, красота? Вам уже нравится? Если вам уже нравится, то поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Таким образом, вы и поблагодарите меня за полезную информацию и покажете Ютубу, что это видео нужно показывать большему количеству людей, чтобы и им досталась полезная информация. Движемся дальше. Для того, чтобы ваши квашенности были стабильно с самого высокого качества, вам нужно понимать, что происходит внутри вашей банки для того, чтобы обеспечить наилучшие условия вашим бактериям. И три четверти успеха зависит именно от того, начнете ли вы квасить правильно. Потому что именно максимально быстрое начало процесса и позволит убрать те вредные дрожжи и плесень и обеспечить развитие самых полезных бактерий, которые и дадут вам стабильнейшие качества. Есть всего-навсего три фактора, которые дают вам высочайшее качество. Это температура, количество соли и время квашения. Все они связаны. И если у вас, например, не получается добиться оптимальной температуры квашения, то вы всегда можете подрегулировать процесс изменением количества соли и изменением времени. Начнем со времени. Спешка важна не только при ловле блох, но и при начале квашения. Потому что чем быстрее вы начали квасить, тем больше шансов, что ваше время, то есть время это деньги, не будет потрачено в пустую, а деньги, которые вы потратили на покупку овощей, не будут выброшены на помойку. Во-первых, чем дольше вы держите овощи и фрукты перед квашением, тем больше на них развивается вредных бактерий, грибков и плесени, и тем меньше становится полезных бактерий. Плюс, если ваши овощи и фрукты еще лежат достаточно долго, то некоторые из них могут начать подгнивать, и вот тогда количество вредных дрожжей плесени будет просто выше крыши. И еще крайне важно максимально сократить время между шинковкой капусты и ее закваской. Потому что, если вы покупаете, как раньше покупал я на рынке уже шинкованную капусту, то пока вы ее привезете, пока положите, будете заниматься домашними делами, может пройти полдня, а может могут пройти сутки, и за это время на поверхности нарезанной капусты разобьется колоссальное количество разного рода аэробных, то есть любящих кислород, бактерий, дрожжей, плесени. И вот они и испортят вкус вашей капусты, даже если все остальное будет правильным. Время, температура и количество солей. Поэтому капусту шинкуем и максимально быстро квасим. Это нам, друзья. Со стороны кажется, что то, что происходит в нашей банке, это некий тихий процесс с выделением каких-то газов и появлением приятного или неприятного запаха. С точки зрения тех, кто живет в этой банке, боевик «Все против всех» на самом деле покажется просто детским праздником на зеленой лужаке, потому что там реально происходит реальное месиво. Все бактерии воюют друг против друга, и даже полезные бактерии на самом деле воюют друг с другом. Но, к счастью для нас, когда хорошие бактерии в банке мочат и убивают друг друга, то это абсолютно не значит, что они при этом делают более сильными бактерии вредных. Есть три группы полезных бактерий. Каждая из них живет в вашей банке в разное время, и за время своей жизни они готовят очень вкусный и плодотворный грунт для развития второй банды полезных бактерий, которая затем придет и убьет предыдущую банду. И параллельно каждая из этих банд делает все более и более невыносимым жизнь вредных бактерий, грибков и плесень. Происходит это за три стадии. Первая стадия самая-самая важная. Как я сказал, она определяет три четверти вашего успеха. Первый этап длится от 1 до 5 дней, и его длительность зависит от температуры и от того, сколько полезных бактерий попало в ваш рассол. И чем тщательнее вы вымыли ваши овощи и фрукты, тем меньше в них будет полезных бактерий, и это плохо, потому что старт нужен быстрый. Это для нас с вами рассол, это просто солененькая водичка, а для бактерий это питательная среда. И этой питательной средой хочет питаться огромное количество разных бактерий, причем некоторые из них энтеробактерии. Это реально бактерии вредные, которые могут принести вред отравив нас. Это всякие сальмонеллы, стафилококки, стрептококки, кишечные палочки, и все они есть в самом начале вашего квашения, и для того, чтобы они покинули ваше квашение и этот прекрасный мир, необходима кислота. Кислоты, в отличие от нас, они очень не любят и производят эту кислоту полезные бактерии. Для производства кислоты полезные бактерии используют те самые питательные вещества, которыми питаются грибки и дрожжи. И поэтому нам с вами нужно дать в руки этим полезным бактериям оружие против грибков и дрожжей. И таким оружием как раз и является соль. Да-да, именно та самая соль. Сдача соли это не только вытянуть воду из ваших условных огурцов или капусты для того, чтобы вместе с этой водой в рассол попали и те самые питательные вещества, из которых потом будет произведена кислота. Соль еще и уменьшает скорость развития грибков и дрожжей. А вот полезным молочнокислым бактериям от соли не холодно и не жарко. Хотя, кстати, им бывает и жарко, и холодно. И это тоже влияет на качество вашего квасера. И вот в первую стадию от 1 до 5 дня нам нужно с вами обеспечить хорошие условия работы бактериям, которые красиво называются Leuconostus mesenteriodis. Пока соль не вытянула сок из ваших овощей, рассол очень соленый и эти бактерии как раз и способны переносить максимально высокие концентрации соли и работать несмотря на них. А их работа как раз и заключается в том, что они перерабатывают те сахара, которые вытягиваются из овощей и фруктов в рассол и превращают их в кислоту и углекислый газ. Кислота убивает вредных бактерий. Соль в это самое время мешает вредным бактериям, дрожжам и плесени поедать те сахара, из которых Leuconostus mesenteriodis производит кислоту и углекислый газ. И о том, что в вашей банке достаточно Leuconostus и все идет правильно, как раз и говорят те самые пузырьки углекислого газа, которые выделяются из рассола и он как бы вскипает. Вот эти мои помидорки, они как раз сейчас активно пузырятся, а капусте уже дней 10 она отпузырилась и перешла во вторую стадию. Эта вторая стадия квашения как раз и начнется на третий и шестой день и будет длиться приблизительно 10-15 дней в зависимости от температуры и концентрации соли. И о том, что началась вторая стадия вы узнаете потому, что углекислый газ практически перестанет выделяться. Это значит, что соль вытянула из ваших овощей достаточно много сока, рассол разбавился водой, которая была в овощах и к работе может приступить вторая группа бактерий. Они убьют леонокостасов и продолжат полезную работу, а именно они будут производить из сахаров в рассоле много-много кислоты, которая окончательно законсервирует ваши квашенности и сделает почти невозможным развитие в них дрожжей и плесени. Зачем я так подробно об этом рассказываю? А затем, чтобы мы с вами смогли обеспечить наиболее удобные условия для работы каждой из трех групп бактерий, которые квасят наши овощи. И вот тогда мы получим максимально хорошее качество. Третья стадия начинается у нас приблизительно через две недели после старта квашения и длится еще приблизительно одну неделю. То есть все вместе это где-то плюс-минус три недели и за это время процесс квашения должен правильно закончиться. И если все три стадии прошли правильно, то вы получите не просто вкусный и качественный продукт, но еще и продукт, который сможет долго храниться вплоть до года даже без холодильника. для этого важно провести третью стадию, которая начинается через две недели правильно. На третьей стадии вторую группу бактерий лактобацилы заменяют другие лактобацилы, которые выдерживают большее количество кислоты, и вот они уже дочищают до конца все остатки сахара и производят достаточное количество той самой молочной кислоты, которая и является консервантом в квашеных овощах. Квашеные овощи консервируют не соль, а именно молочная кислота. И чем больше в разумных пределах ее будет в ваших квашеных овощах, тем они будут вкуснее, хрустящие, качественнее, и тем дольше будут храниться даже без холодильника. Как же узнать, когда квашение закончилось? Самым научно обоснованным простым способом будет купить набор лакмусовых бумажек и померить кислотность, то есть PH. Как только кислотность достигла 4,6 можно ставить в холодильник. В идеале конечно 4,2 это достаточно кистый продукт и он уже точно не испортится даже и без холодильника. Об этом друзья наша рекомендация номер 5. Фотографируйте ее пожалуйста, но на самом деле вы можете есть квашеный продукт начиная приблизительно с конца второй стадии, то есть через 2 недели, когда ваша капуста или овощи уже стали достаточно кисленькими, но при этом они еще сохраняют максимальную хрустячесть. Ведь в конце концов вы квасите не для бактерий, вы квасите для себя, вы квасите так, чтобы продукт был вкусен именно вам, а не бактериям. поэтому, когда продукт уже достиг той степени кислотности и хрустячести, которая вам нравится, перемещайте в холодильник и вот там процесс ферментации, то есть квашения будет происходить очень медленно и дальше ваш продукт будет меняться очень слабо. И об этом наша рекомендация номер 6. Если вы любите хрустящие малосольные огурчики или хрустящую капусту с резким вкусом, то квасьте не очень долго, пробуйте и перемещайте в холодильник. Но если вы любите более сильно сквашенные продукты и капусту, которая приобрела уже мягкий кислый вкус, то тогда нужно доквасить до конца, приблизительно 3 недели и уже потом все переместить в холодильник. Но при этом, если вы поставили в холодильник недоквашенный продукт, то вы им рискуете. Потому что в рассоле могут оказаться специальные холодолюбивые дрожжи, которые будут развиваться в холодильнике и они испортят и вкус и текстуру. Поэтому недоквашенные овощи лучше съедать максимально быстро. Ну что, надеюсь, все было вкусно и полезно. И если вам уже понравилось, то напоминаю, поставьте, пожалуйста, лайк. Если вы хотите получать мои дальнейшие видео, то подпишитесь на канал, тогда вы точно не пропустите следующих вкусностей и полезностей. Что здесь важно, друзья? Для того, чтобы все три цикла прошли максимально правильно и вы получили максимально качественный и вкусный продукт, необходимо обеспечить правильную температуру и соленость, особенно в самом начале квашения, в первую стадию, которая длится, напомню, от 1 до 5 дней. И если на первой стадии вы проморгаете, то с большой вероятностью вместо вкусного продукта получите какую-нибудь киселеобразную вонючую жижу. На первой стадии самым главным фактором является именно температура, потому что именно она и определяет то, какие бактерии из полезных и как быстро будут развиваться в вашем квашении. К сожалению, самые полезные леонокостасы прекрасно переносят соль, но при этом ненавидят жару. И температура выше 22 градусов уже делает для них пребывание в вашей квашенности невыносимым. Поэтому, если в самом начале квашения первые 3-5 дней температура превышает 22 градуса, то у вас вряд ли разовьются эти самые леонокостасы, а будут развиваться другие молочнокислые бактерии, которые выдерживают более высокую температуру, и это отрицательно скажется на вкусе и на качестве ваших продуктов. Ну и как же тогда квасить в жару, спросите вы, когда кондиционеры не работают, потому что свет все время в Украине отключают из-за войны, и когда, например, нет погреба. О том, как квасить в жару, я расскажу вам, друзья, чуточку позже. На этот счет практики квашения тоже придумали несколько очень интересных лайфхаков. Вторым вариантом развития событий может быть слишком холодная температура, это ниже 15 градусов Цельсия. Это может случиться, к примеру, осенью, и вот тогда, друзья, те самые леонокостасы снова не смогут нормально работать, и поэтому в вашем рассоле могут развиваться как раз те самые вредные холоднолюбивые дрожжи и плесени, которые затем испортят вкус и качество вашего продукта. И оптимальная температура квашения от 16 до 21 градуса Цельсия. Самое идеальное это 18 градусов Цельсия, и если вы выдержите вот этот температурный диапазон хотя бы первые 5 дней квашения, то тогда с очень большой вероятностью вы не только получите хорошее качество, но и ваш конечный продукт будет потом долго храниться в холодильнике. Об этом, друзья, наша рекомендация номер 7. Старайтесь поддерживать температуру от 16 до 21 градусов по крайней мере первые 5 дней квашения и фотографируйте нашу рекомендацию номер 8. Я ее изобразил в виде вот такой вот картинки. Там указано сколько длятся разной стадии квашения и какую оптимальную температуру, если у вас это получается, конечно, вы можете поддерживать. И, кстати, друзья, о поддержке. Если вам нужна моя личная поддержка и поддержка людей, которые тоже интересуются своим здоровьем и наиболее здоровыми рецептами питания и приготовления пищи, то мы собираем эти рецепты в моем клубе имени меня. Там только проверенные и лучшие. Ведь вы достойны самого лучшего. Кто достойен самого лучшего? Вы достойны самого лучшего. Вы прекрасно знаете, что вы достойны того, чтобы лучшие диетологи обслуживали вас лично. Но вы еще и знаете, что хороший диетолог это очень дорого. Что же вам теперь таких ходить всю жизнь без лучшего диетолога в кармане? Нет, нет, ни в коем случае. Есть прекрасный диетолог и его, то есть меня теперь можно купить в складчину. Нет, нет, я не предлагаю расчленить меня и продавать потом как мощи святых маленькими кусочками. и потому я приглашаю вас в клуб имени меня. Там вы, мои лучшие клиенты, будете получать ответы на все ваши вопросы. Что есть лично вам, когда есть, какие бады принимать. Помимо этого, там будут еще эксклюзивные статьи для членов клуба, и живые стримы, и все это за очень скромные деньги, скромнее которых только я сам. Диетолог Макс Погорелый. Ссылка на клуб в описании и к моему каналу. Присоединяйтесь. Для того, чтобы попасть в мой клуб, пожалуйста, переходите по ссылке, которую вы видите сейчас на экране, и найдете в описании к этому видео. Клуб платный. Если вы хотите получать бесплатные рекомендации, советы, рецепты, то у меня есть и бесплатный телеграм-канал. Ссылку на него вы видите тоже сейчас на экране, и найдете в описании к видео, которое сейчас смотрите. Присоединяйтесь к тому варианту, который вам вкуснее и полезнее. Если вы заквасили все правильно, все три стадии у вас прошли правильно, то вы можете хранить ваши квашеные овощи даже без холодильника. История знает такие примеры. Например, известный капитан Кук во время одного из своих путешествий в Америку взял на борт громадное количество квашеной капусты. И можете представить себе, что когда он через два года вернулся в Британию, эта капуста, которую болтала по морям, которая была в невыносимой иногда жарких условиях, эта капуста все еще была съедобна и она спасла цинги всех моряков капитана Кука. И я, друзья, даже подозреваю, что те аборигены, которые по преданию съели капитана Кука, съели его с особым аппетитом, потому что в качестве гарнира у них была прекрасная европейская квашеная капуста. Так что вы можете хранить ваши квашенности и без холодильника приблизительно до года. Они будут терять в качестве, в количестве витаминов, но они все равно будут съедобны. А уж в холодильнике вы можете хранить и 2, и 3 года, если вы создали правильные условия хранения, чтобы не образовалась плесень и не развились холодолюбивые дрожь. Но, друзья, к сожалению, плюсы не бывают без минусов и для некоторых людей квашенности, которые хранятся долго, становятся буквально ядом. Я об этом рассказал в моем видео о квашеной капусте. Дело в том, что во многих квашеных овощах при длительном хранении образуются так называемые биогенные амины. Это вещества, которые могут у чувствительных людей сильно повышать давление и приводить к приступам мигрени и головной боли, а также вызывать приливы, потливость, нарушение дыхания, учащенное сердцебиение, ощущение жжения во рту и даже диареи, расстройство желудка. Именно поэтому, друзья, я на самом деле рекомендую квасить на пару месяцев вперед и съедать как можно быстрее ваши квашеные продукты. Именно тогда они и будут наиболее полезными и точно не принесут вреда. Так что, если вы, к несчастью, отравитесь какой-нибудь кислой капустой, то это совершенно не значит, что в ней есть вредные бактерии и она испортилась. Нет, просто в ней образовались биогенные амины, а вы чувствительный к ним человек. О том, кто чувствителен к этим биогенным аминам и что именно нельзя есть вместе с квашенными овощами для того, чтобы уменьшить вероятность такого рода отравления, я рассказываю видео о квашеной капусте. Смотрите его, пожалуйста. Сейчас мы перейдем с вами к тому, как квасить в жару, а пока я хочу еще раз привлечь ваше внимание, что в питании и в приготовлении продуктов вообще не бывает мелочей. Каждая мелочь важна и каждая мелочь влияет и на качество вашего продукта и на то, как вы лично будете себя чувствовать. И для того, чтобы вы могли учесть эти тонкости, я снял уже больше 250 видео. Они полны бесплатной информации, которая уже многим людям позволила улучшить и сохранять здоровье, молодость и повысить энергичность. Но если у вас просто нет времени смотреть все эти видео, разбираться в тонкостях, то вы можете просто заказать мне составление вашего сбалансированного рациона. И чтобы ваш идеальный индивидуальный рацион четко был сшит по вашей новой стройной и энергичной фигуре, я учту абсолютно все. Что вам можно есть, что запрещено есть, что вы любите есть для того, чтобы я использовал максимум любимых вами продуктов в вашем рационе, и тогда он будет вам вкусен. Я учту то, нужно ли вам набирать вес или его сбрасывать, и все болезни, которые определяют то, какие продукты будут лично для вас нужны и какие следует исключить. Заказать рацион элементарно. Вы можете либо пройти опросник питания и определиться с тем, нужно ли вам вообще что-то менять в вашем питании, или выбирайте у меня в чате опцию заказать индивидуальный рацион, и я дам вам всю необходимую информацию, вы пройдете опросник, предоставите ваши анализы при необходимости и получите ваш рацион. Обращайтесь, пожалуйста. Ссылку на заказ рациона вы видите сейчас на экране и найдете в описании к этому видео. Заказывать рацион для вас только самое лучшее. Так как же квасить в жару, когда за окном 30, 35, 40 градусов Цельсия? Но жара при этом, к сожалению, не мешает ни дрожжам, ни грибкам, и если мы с вами квасим в жару, то тогда еще и другие полезные бактерии будут развиваться вместо полезных леуконососов в первую стадию, и наша квашенность приобретет неприятно кислый вкус, потому что в квашенности каждой зверушке очень важно свое время. Итак, для того, чтобы квасить в жару, нужно, во-первых, выбрать самое прохладное место в вашей квартире. Для этого просто возьмите градусники, померяйте температуру на протяжении хотя бы нескольких самых жарких часов в разных местах вашей квартиры и определите то место, где будет прохладнее всего. Понятное дело, что как только вы найдете это место, то вы и сами заходите там жить, спать и есть, и вам придется делить это место вместе с вашими домашними, новыми домашними питомцами, бактериями. Температуру лучше мерить не просто так, а поместив ваш градусник в стакан с водой, тогда вы получите гораздо более адекватное представление о том, как будут чувствовать себя ваши питомцы. И если температура окажется выше 22 градусов, то это не значит, что вам не нужно квасить в это время. Квасить нужно всегда и квашенности полезны всегда. Вы можете просто понизить температуру вашей банки, используя два простых способа. Первый способ максимально прост. Намачиваете полотенце, оборачиваете ваш сосуд с квашенностью этим полотенцем и опускаете концы полотенца в баночку с водой. Вода будет высыхать, охлаждать вашу банку с квашенностями и при этом полотенце будет все время оставаться влажным, потому что вода будет подтягиваться из банки с водой. Чтобы проверить то, какая температура будет у вас в банке, вы можете даже опустить градусник прямо в вашу банку и убедиться в том, что температура в банке в этом случае будет на 3, 5, 7 градусов ниже, чем в квартире. Если температура и в этом случае превышает 22 градуса, то вы можете обдувать банку вентилятором. Это позволит дополнительно снизить температуру и этим вам придется заниматься первые 2, 3, 4 дня. При достаточно высокой температуре люконостас тоже работает быстрее и как только ваш рассол перестал пузыриться, все, полотенце можно снимать и вентилятором обдувать себя любимого. Но если в доме слишком жарко и обдувай, не обдувай, все равно не будет рай, то вы можете использовать способ номер 2, а именно для этого нужно найти любой ящик, для того, чтобы холод держался внутри и не уходил. И вместе с квашенностями в этот ящик ставить бутылки с холодной водой или вообще просто замороженные бутылки и следить за температурой. И, кстати, пока я рассказываю дальше, фотографируйте рекомендацию номер 9. Для того, чтобы температура в ящике была пониже, вам нужно этот ящик термоизолировать. Можете накрыть его одеялом, все равно в такую жару одеялами вы не пользуетесь. С таким охлаждением тоже морочитесь 2-4 дня, пока не перестанет идти углекислый газ и это значит, что вы можете уже доставать ваши квашенности и продолжать весь второй и третий этап квасить при более высокой температуре. Тут она уже не повредит. И, кстати, такого рода тонкостями и лайфхаками, которые вы вряд ли где-нибудь еще найдете, мы и делимся у меня в клубе. Там же мы, кстати, и собираем полезные рецепты и способы экономить время на закупке, хранении и приготовлении разных продуктов в большом специальном файле. Там все участники клуба делятся своим опытом и наработками и таким образом становятся соавторами моей будущей книги о вкусном и здоровом питании. Спасибо вам большое, друзья. Ну что ж, друзья, с температурой разобрались и мы, наконец, можем перейти к соли нашего повествования, а именно к тому, какое правильное количество соли нужно использовать в разных температурных условиях для того, чтобы добиться идеального качества. тут мы тоже стоим на раздоровье, потому что если соли мало, то это в принципе хорошо для здоровья. Если соли слишком много, то тогда она будет подавлять развитие не только вредных бактерий, но и полезных молочнокислых бактерий. Поэтому соли должно быть достаточно, причем для разной температуры нужны разное количество соли для того, чтобы получить качество. В принципе, при квашении вообще можно обойтись без соли и сегодня мы тоже с вами разберемся, каким образом можно квасить без соли и разберемся с тем, нужно ли это делать. Потому что в тусовке людей здорового образа жизни соль демонизируется, они превозносят бессолевую диету Шелдона и при этом на самом деле серьезно придет и своему здоровью и здоровью своих бактерий. Потому что соль при квашении очень важна. Во-первых, как я уже сказал, она замедляет развитие вредных бактерий и таким образом освобождает поле битвы для бактерий полезных, а во-вторых, задача соли побыстрее вытянуть те вкусные и полезные для бактерий сахара, которые они затем быстро переработают в кислоту и эта кислота заблокирует развитие бактерий вредных. И не только бактерий, но и дрожжей, которые превращают рассол в слизь, а вашу капусту в мякоть и плесень. Именно такое правильное количество соли и позволяет на первой стадии квашения развиваться именно леонокостасом, которые и подготавливают потом рассол и все ваше квашение для работы других молочнокислых бактерий. Поэтому вы, конечно, можете отказаться от соли, но лучше всего это выбрать правильную концентрацию соли. соли тоже может быть слишком много, слишком мало и оптимально. Слишком много это 2,5% соли. Если соли уже больше 3,5%, то это будет вообще замедлять рост полезных молочнокислых бактерий и тогда капуста, к примеру, становится розоватой и у нее появляется неприятный вкус, но при этом 3,5% соли не помешают развиваться некоторым видом дрожжей, которые переносят соль и эти дрожжи сделают ваши овощи мягкими, а рассол неприятно таким слизистым. Но при этом, друзья, если вы квасите в жару, то вам лучше держаться в верхнего интервала и квасить с 2,5% соли. А о том, как рассчитать эти 2,5% и сколько это будет в ложках и килограммах капусты или овощей, я вам еще расскажу. Так вот, если квасим в жару, то выбираем больше соли, а если квасим в холод, то вот тогда мы можем себе позволить меньшее количество соли. И почему это хорошо, я тоже еще вам сегодня расскажу. Хорошо с точки зрения нашего здоровья. А с точки зрения здоровья наших бактерий количество соли меньше 0,8% это тоже уже не очень хорошо. Потому что в некоторых случаях, не во всех, но в некоторых, если соли меньше 0,8%, то это может привести к мягкой капусте. Она будет вкусная, достаточно кислая, очень здоровая, но мягкая. Оптимальное количество соли это от 1,5% до 2,5%. Чем меньше соли, тем меньше кислоты образуется в вашем продукте в первые две стадии брожения и при этом тем больше ваш продукт будет рисковать быть зараженным различными грибками и бактериями. Количество соли приблизительно в 2,5% дает больше кислоты и продукт с большей вероятностью будет правильно кислым и сохраниться. Наиболее оптимальное количество соли, которое позволяет и рыбку съесть, и на люстре покачаться, это приблизительно 2%. При этом 2% соли уже обеспечит вам достаточно стабильное качество в разных условиях при разной температуре. Ученые брали капусту и квасили ее при разной температуре с 0,5 1% соли и 2% соли. 2% соли давали стабильно высокое качество, а 0,5% соли, хотя и был оптимальным с точки зрения и здоровья, и давал хорошие вкусы, но при этом часто приводил к размягчению капусты. Но приходится выбирать. И об этом наша рекомендация номер 10. Фотографируйте ее, пожалуйста. Для тех овощей, в которых содержится немного сахаров, это капуста, огурцы и даже помидоры, оптимальное количество соли это 2%. Но если эти же самые овощи квасить в более прохладную погоду, то есть температура в банке будет от 16 до 18 градусов Цельсия, то можно использовать и меньше соли от 1 до 1,5%. А если овощи квасятся в теплую погоду 20-22 градуса Цельсия в банке, то можно использовать немножко больше соли, чтобы стабилизировать качество до 2,5%. А вот для сладких овощей свеклы и морковки например или для фруктов сливы, алычи, яблок или даже арбузов нужно использовать большее количество соли всегда. Дело в том, что в сладких овощах и во фруктах слишком много сахара и лактобактерий, хотя они и любят сахар, но они просто не успевают схорчить его весь. И поэтому при большом количестве сахара в рассоле начинают развиваться еще и дрожжи. Они производят спирт, что для некоторых людей может быть и интересным, но к сожалению параллельно со спиртом они производят и всякие сивушные масла и прочие вещества, которые портят вкус. Поэтому большее количество соли до 2,5% позволяет пригасить развитие этих дрожжей и добиться стабильного качества сладких овощей и фруктов. Об этом, друзья, была наша рекомендация номер 11. Надеюсь, вы успели ее сфотографировать. Если нет, сделайте это прямо сейчас и мы переходим к рекомендации номер 12. 2% соли это 20 граммов на 1 килограмм например капусты или на 1 литр овощей уже находящихся в рассоле. На 3-х литровую банку нужно соответственно приблизительно 60 граммов соли. 1 чайная ложка соли без верха весит от 7 до 10 граммов. Дело в том, что и чайные ложки бывают разные от 5 до 7,5 миллилитров и соль бывает разная. Крупного по солу весит меньше, мелкого по солу весит больше. Поэтому я все-таки рекомендую по возможности взвесить себе 20 граммов вашей конкретной соли, померить это в чайных или в столовых ложках и тогда вы точно будете знать сколько соли вы кладете в ваше квашение. Потому что как видите даже 1,5% уже играют роль. Итак, если 2% соли дают нам стабильно хорошее качество, то какого черта честно говоря заморачиваться. Всегда кладем 2%, ну плюс-минус там какие-то градусы, получаем плюс-минус стабильный продукт и радуемся жизни. Увы, друзья, жизни не очень радуемся. Потому что когда я зимой раньше, не зная этого всего, что я вам сейчас рассказываю, когда я раньше зимой ел квашеные овощи, то я всегда удивлялся тому, почему я блин отекаю. Причем не только с утра, но иногда отечность сохраняется весь день. А оказалось, что я просто ел слишком много овощей, в которых было слишком много соли, даже несмотря на то, что квасил я с минимальным количеством соли. А если мы возьмем, к примеру, овощи всего с двумя процентами соли, то в 300 граммах этих овощей, а это совсем немного, квашеные капусты, это вот такая где-то горсть, уже будет содержаться вся дневная норма соли, которую мы можем себе позволить съесть. При этом, несмотря на то, что мы все знаем, что квашеные овощи очень полезны, их надо есть побольше, но при этом количество соли ограничивая то количество квашеных овощей, которые мы можем с вами съесть. Увы и ах! И о том, как эту проблему решить, сохранив стабильность качества, нам снова рассказала наука. И кстати, друзья, если вам уже полезно то, что я вам рассказал, то поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал, если хотите и дальше получать больше полезности. И пока вы ставите лайк, мы с вами плавно и неспешно переходим к вопросу выбора соли. В моем видео о правильной норме соли я не только, во-первых, обосновал то, сколько можно соли есть, чтобы получить максимум пользы для здоровья, я еще и доказал то, что всевозможные дорогущие соли, например, кошерная, гималайская, какая-нибудь специфическая, морская, все оказывают совершенно одинаковое влияние на наше здоровье, как и обычная поваренная соль. И об этом наша рекомендация номер 13, друзья. Всевозможные соли, кошерная, морская, гималайская, черная и другие абсолютно одинаковы для квашения в том числе, не только для здоровья. Нету смысла тратиться на дорогую специальную соль, потому что те вещества, которые придают им какую-то специфическую окраску или какой-то немножечко специфический вкус, этих веществ мизер в этой соли и они никак не влияют на здоровье. Это просто коммерция. Ничего личного. Но использование едированной соли для квашения может привести к более мягким продуктам, хотя и не обязательно. Например, помидоры можно квасить и с едированной солью, на них она не влияет отрицательно. А вот огурцы не стоит. В моем видео о соли я рассказал еще одну важную вещь. 6-7 граммов соли это потолок, который лучше не превышать и в принципе этой соли хватает для того, чтобы все ваши продукты за день были оптимально вкусно-соленые. Но при этом, друзья, вы можете позволить себе такое количество соли, то есть натрия, только тогда, когда вы едите достаточное количество калия. Вот тогда натрий и калий в вашей крови будут балансировать друг друга, электролитный баланс будет правильным, а вы будете здоровым, ваши кости будут крепкими и ваши почки будут свободны от кабухи. Чтобы это запомнить, друзья, фотографируйте наш вывод номер 14. Здоровым людям, которые находятся вне зоны риска по раку желудка и болезням почек, смотрите мое видео соли, я там рассказал, кто в зоне риска, можно употреблять до 2,8 граммов натрия в день, а это до 7 граммов соли в день, но только, если они употребляют достаточно большое количество калия при этом. Калия должно быть не менее 4-5 граммов в день. Такое количество калия содержится приблизительно в 500-700 граммов некрахмалистых овощей, то есть тех самых огурцов, капусты, брокколи, цветной капусты, морковки, кабачков, баклажанов и прочих или приблизительно в одном килограмме крахмалистых овощей, это картошка, батат, морковь, свекла и пастернак или в одном килограмме фруктов. Вы удивлены, друзья? Очень зря. Смотрите, в квашеной капусте в 100 граммах содержится всего-навсего 5% от минимально необходимой дневной дозы калия. Это паршивых 170 миллиграммов 0,17 грамма. Вам нужно 4-5 для того, чтобы позволить себе те самые 6-7 граммов соли. Поэтому, как гласит наша рекомендация номер 16, для того, чтобы поддерживать здоровый баланс натрия и калия, нужно съедать не только 100 до 300 граммов квашеных овощей в день, но параллельно к ним употреблять еще и 400 до 600 граммов других овощей или фруктов. Соответственно, друзья, чем меньше соли в ваших квашеных овощах, тем больше вы можете съесть квашеных овощей и тем меньше вам нужно будет есть в дополнение к ним других овощей и фруктов, что очень важно для зимы, потому что зимой количество свежих овощей и фруктов все-таки ограничено. И теперь мы можем с вами выбрать на самом деле самую-самую правильную соль. Это соль со сниженным количеством натрия. Это у меня турецкая соль, она в принципе оптимальна. В ней половина натрия, половина калия, но в каждой стране продают свою соль, в которой часть натрия заменена калием. И на экране вы видите сейчас например те соли, которые можно купить в Украине или в других странах. Я думаю, вы уже догадались зачем такая соль. Если мы уменьшаем количество натрия в наших соленых продуктах, параллельно повышая количество калия, то мы можем позволить себе съесть больше таких квашеных овощей, не превышая безопасной нормы по натрию. И при этом, если у вас нет возможности есть просто больше других овощей и фруктов, вы еще достигнете достаточного количества калия в вашем рационе. И в моем видео «Квась и лечись» о том, каким образом заквасить капусту для того, чтобы она стала вашим лекарством, я привожу результаты исследований, в которых ученые использовали всего-навсего 0,5% вот такой вот соли и получали не только стабильное качество, достаточное количество правильных бактерий, и при этом, если они придерживались оптимального температурного диапазона где-то от 16 до 20 градусов, они еще и получали капусту стабильно высокого качества и прекрасного вкуса. Поэтому фотографируйте себе самую главную рекомендацию номер 18. Наиболее оптимальным вариантом для закваски является соль со сниженным содержанием натрия. Это приблизительно от 30 до 50% калия в этой соли. На баночке так и будет написано. При правильных условиях заквашивания можно обойтись от 0,5 до 1% такой соли, то есть 10 граммов соли на 1 килограмм капусты или на 1 литр овощей с рассолом. Если чайная ложка у вас достаточно большая, то будет 1 чайная ложка без верха. Если маленькая, то 1,5 чайных ложки без верха. На 3-х литровую банку понадобится 30 граммов соли, то есть приблизительно 3-4 чайных ложки без верха. И чтобы не забыть, фотографируйте рекомендацию номер 19. С низким количеством соли от 0,5 до 1% можно квасить только если температура опташения не будет превышать 16-18 градусов. 20 это уже максимум. То есть квасить при такой температуре проще всего осенью, зимой и весной или летом если у вас есть погреб или кондиционер. При этом, друзья, если соли мало, то нам придется с вами снова найти способ как и невинность соблюсти и капитал приобрести. Потому что если соли мало, то стабильность по качеству очень трудно обеспечить. И тут, друзья, для того, чтобы добиться наивысшей культуры квашения, нам на помощь придут культуры заквасочные. К заквасочным культурам относятся любые порошки или жидкости, в которых уже есть полезные бактерии. И вы догадались, что это может быть либо удачный рассол из предыдущей партии, или это может быть молочная сыворотка. Например, вы сделали творог, и у вас осталась сыворотка, в ней уже много полезных молочных бактерий. Это может быть обычная камбуча, чайный грибок. И, кстати, если вы хотите, чтобы я снял видео о камбуче, то, пожалуйста, пишите в комментариях камбуча, видео, и я буду знать, что интерес к теме это и есть. Это могут быть специальные закваски для югурта и кефира. Это могут быть даже пробиотики из аптеки в специальных капсулах. Там тоже есть как раз очень правильные и нужные нам лакта и бифиды бактерии, которые дадут правильное и качественное квашение. И, как мне подсказали в моем клубе, а там мы все время делимся полезной информацией, есть еще и специальные бактерии для закваски, как та, например, которую вы видите сейчас на экране. Это сейчас не реклама, я ничего не продаю и название специально заблюбил. Зачем нужны все эти ухищения, все эти заквасочные культуры? А нужны они для того, чтобы вы максимально быстро начали ваше квашение и для того, чтобы ваших бактерий сразу в рассоле было много и тогда большое количество полезных бактерий, даже при низких количествах соли, позволит вам сквасить ваш продукт быстро и качественно. И фотографируйте рекомендацию номер 20. Для того, чтобы получить стабильное качество при низком количестве соли, можно добавить заквасочную культуру. Стартер. Это немножко закваски из предыдущих удачных квашеных овощей, комбучу, молочную сыворотку, их надо добавлять приблизительно четверть стакана на 3 литра квашенностей, или даже можно добавить аптечные пробиотики с лакто и бифидобактериями, немного, по одной капсуле на 1 кг квашеной капусты или на 1 литр любого заквашенного овоща, или можно использовать закваски для кефира, 1-2 пакетика на 3 литра такой закваски. Но при этом, друзья, используя такие закваски нужно при невысоких температурах 16-18 градусов, иначе молочнокислые бактерии будут развиваться слишком бурно и это сделает продукт слишком кислым и невкусным. При этом, друзья, очень важный аспект. Самые вкусные продукты получаются при так называемом диком брожении, когда есть много разных бактерий, которые как раз и живут на фруктах и овощах. А если вы добавляете какие-нибудь стабилизированные закваски, например, для кефира или пробиотики из аптеки, то тогда в вашей закваске будут развиваться эти избранные 5-7 видов бактерий, и они дадут менее интересный и менее разнообразный вкус, хотя при этом закваска тоже будет очень полезной. Именно поэтому, друзья, использование комбучи, рассола из предыдущей партии или молочной сыворотки это реально оптимальный вариант. И если вы моете овощи очень-очень тщательно, то в этом случае я тоже порекомендую добавить немножко заквасочной культуры, потому что тогда полезной бактерии у вас может быть слишком мало для того, чтобы обеспечить нужный нам быстрый старт. А можно ли квасить вообще без ссори? В кругах людей, вернее, прихожан церкви здорового образа жизни почему-то считается, что бессолевая диета Гербета Шелтона это вообще панацея чуть ли не от всех болезней и они проповедуют полный отказ от соли. Многие люди реально квасят без соли. Иногда получают при этом капусту или овощи неплохого качества, но иногда овощи портятся. Нужно ли квасить без соли? Друзья, я уже рассказал вам о том, что соль действительно важна для того, чтобы добиться стабильного хорошего качества и есть еще одно важнейшее качество соли, о котором я рассказал в моем видео о квашеной капусте. Научные исследования показали, что когда капуста квасится с 0,5% соли, то в этом случае в ней содержится наибольшее количество очень полезного аскурбигена. Это вещество, которое помогает предотвращать рак и бороться с раком. Именно поэтому, друзья, квашение без соли уменьшает полезность квашеных овощей и особенно капусты. В какую бы красивую оберточку из фантазии о бессолевой диете в это не оборачивай. И об этом наша рекомендация номер 21. Фотографируйте, пожалуйста. Для людей без очень серьезных болезней почек, без риска рака желудка, квашение совсем без соли не имеет никакого смысла. Ни с точки зрения здоровья, ни с точки зрения обеспечения стабильности и качества вашего квашеного продукта. Но людям с почечной недостаточностью нужно ограничивать и количество натрия, и количество калия. Поэтому для них только может быть полезным вариант с квашеной без соли отжатой и промытой квашеной капусты. В этом случае большая часть и калия и натрия тогда вымоется, а клетчатка и часть полезных бактерий останется. То есть квашение без соли это только вариант для людей с почечной недостаточностью или с серьезными болезнями почек. И наконец друзья мы с вами переходим к тому каким образом бороться с плесенью, как избежать ее появления и как параллельно еще избежать появления тех самых рожей, которые портят вкус, текстуру то есть делают ваши овощи более мягкими и превращают рассол в слизь. Но перед этим я хотел бы поблагодарить всех тех людей, которые помогают мне снимать такие сложные видео. Потому что например на подготовку и съемку вот этого видео я потратил 8 дней напряженного труда. Мой канал не коммерческий я не продаю никаких чужих продуктов не даю чужой рекламы ну кроме той которую youtube насильно впихивает в мои видео и именно поэтому я и могу давать вам наиболее объективную непредвзятую и некоммерческую информацию. Но именно поэтому я критически завишу вашей поддержке потому что мой канал существует за ваши деньги для того чтобы давать вам объективную информацию и поэтому я очень признателен во-первых тем людям которые поддерживают мой канал прямо на ютубе у меня есть кнопочка спонсорства нажимайте на нее прямо в ютубе становитесь спонсором канала и получайте те плюшки которые полагаются спонсором спасибо вам большое мой канал можно также поддержать на платформе бусте ссылка на нее в описании к видео которое вы сейчас смотрите мой канал поддерживают члены моего клуба своими взносами и в клубе кроме морального удовлетворения того что они поддерживают благое дело которое дает миллионам людей полезную информацию члены клуба получают еще эксклюзивную информацию я пишу специально для клуба статьи специальные посты в клубе я отвечаю на многочисленные вопросы моих зрителей там мы делимся всякой полезной информацией в общем там идет очень вкусная и полезная движуха и помимо этого я еще и очень признателен постоянному спонсору канала Владимиру который поддерживает мой канал на протяжении уже нескольких лет и который позволяет мне действительно быть независимым в выборе тем и в подаче информации и вы тоже можете поддержать канал и способствовать распространению этой полезной информации либо нажав кнопочку спонсорства в ютубе либо нажав кнопочку лайк напоминаю снова и подписавшись на канал и поделившись этой информацией с друзьями спасибо вам большое за поддержку и мы переходим к самому противному к всякого рода плесеням и дрожжам сейчас я дам вам способы которыми вы можете 100% избежать появления плесени или разведения в ваших квашенностях дрожжей дело в том что абсолютно все плесени и подавляющее большинство дрожжей как и мы с вами дышат воздухом им жизненно необходим кислород для большинства полезных молочных бактерий кислород является ядом и они стараются его избегать поэтому если мы с вами будем готовить наш продукт так чтобы в нем был минимум кислорода и затем хранить наш продукт так чтобы в нем было минимум кислорода то в наших квашенностях точно не будет никакой плесени но могут все-таки развиться специфические дрожжи которым не нужен кислород но с ними тоже можно бороться первое если мы с вами квасим капусту то нужно не лениться берем нашинкованную капусту сразу добавляем нужное количество соли пол процента идеально один процент или два процента или два с половиной в зависимости от температуры хорошо хорошо вымешиваем само вымешивание позволит ей пустить сок плюс соль увеличит выделение сока из капусты и затем нам нужно очень плотно набить капусту в банку так чтобы максимум воздуха из нее вышел вы будете прямо видеть через стекло есть воздух в капусте или нет если есть то посильнее ее пихайте если в капусте остался воздух то вот тогда плесень и дрожжи будут развиваться первые несколько дней пока наши леуконостасы не произвели достаточное количество молочной кислоты чтобы их затормозить это может в дальнейшем испортить и текстуру то есть ваша капуста станет мягкой и испортить и вкус потому что некоторые дрожжи могут развиваться и без воздуха подавляющее большинство наших полезных бактерий воздуха не любит и поэтому нам нужно еще и обеспечить чтобы над нашей капустой или над теми овощами которые квасятся в рассоле огурцами или помидорами обязательно был слой рассола чтобы овощи не касались воздуха фотографируйте друзья нашу рекомендацию номер 22 наличие в заквашиваемых продуктах кислорода то есть воздуха позволяет развиваться дрожжам плесени и вредным кислородолюбивым бактериям они портят вкус сквашиваемого продукта или портят сам готовый продукт чтобы этого избежать нужно очень хорошо размять квашеную капусту с выбранным вами количеством соли так чтобы пошел сок затем максимально плотно набить банку чтобы остался слой рассола наверху если сока не хватает в капусте то можно добавить соленой воды приблизительно пол чайной ложки соли на стакан воды залить сверху и затем капусту придавить гнетом и точно так же необходимо придавить гнетом и овощи чтобы они не касались воздуха и над ними был слой рассола толщиной как минимум 2-3 сантиметра я использую для этого в моих банках вот такие вот пластиковые сеточки они перекрывают горлышко банки и не позволяют овощам вместе с углекислым газом подниматься вверх и касаться поверхности рассола также можно использовать и просто например баночку с водой под такие же сеточки она будет держать капусту под слоем рассола еще очень важно друзья обязательно прикрыть квашенность крышкой но не закручивать ее полностью чтобы тот углекислый газ который опросовывается он мог выходить но воздух внутрь тогда попадать не будет и вот это друзья и будет гарантией того что у вас не заведется плесень потому что углекислый газ который вырабатывают полезные бактерии ядовит для плесени в идеале конечно чтобы такого большого количества воздуха как в этой квашеной капусте не было желательно набивать банку до самого верха но я честно говоря не сдержался и сожрал существенную часть красной капусты поэтому уже пришлось квасить как есть но как вы видите плесени за 10 дней так и не образовалась именно потому что в банке накопился углекислый газ который не допускает образования плесени кстати не все то что мы называем плесенью на самом деле плесенью является очень часто на квашенных продуктах разводится такая вот белая пленочка которую мы считаем плесенью вы видите сейчас как это выглядит на экране на самом деле это не плесень а специальные дрожжи они называются дрожжи кама и они живут именно в квашеных овощах эти подлые дрожжи питаются той самой кислотой которую производят наши полезные бактерии этим дрожжам также нужен и воздух поэтому квашеные овощи для них просто идеальная среда для размножения но при этом они подло портят наши продукты потому что как вы помните эта кислота как раз и препятствует тому чтобы в ваших квашенностях разводились вредные бактерии или другие вредные дрожжи которым кислород не нужен именно поэтому вот эти дрожжи кама белые они готовят почву для дальнейшего заселения дрожжами или плесенью чтобы избежать появления этих дрожжей кама необходимо ограничить контакт с воздухом что я и делаю специальной крышечкой или вы даже можете надеть перчатку на вашу банку с капустой тогда углекислый газ будет постепенно раздувать перчатку вы можете выпускать излишек или пробить небольшую дырочку и тогда излишек будет выходить самостоятельно а воздух в банку заходить не будет и дрожжи кама не будет иметь воздуха для дыхания и у них друзья наша рекомендация номер 23 фотографируйте ее пожалуйста белая пленка которая часто образуется на поверхности некоторых квашеных продуктов это не плесень это дрожжи кама сами по себе эти дрожжи абсолютно безопасны они 100% не ядовиты но они снижают кислотность вашего квашеного продукта и поэтому позволяют развиваться в нем дрожжам и вредным бактериям которые затем портят вкус и текстуру продукта но не всегда можно избежать доступа воздуха например если вы квасите в классической бочке тогда нужно постараться максимально глубоко опустить ваши овощи чтобы над ними был максимально большой слой рассола тогда вы сможете убирать эти противные дрожжи убирать плесень которая неизбежно будет появляться и при этом можно еще использовать большее количество соли до 2,5% это тоже существенно снижает скорость роста всяких плесеней и дрожжей любой контакт с воздухом для ваших квашенностей это абсолютное зло и для того чтобы его избежать можно использовать много разных способов самый простой это резиновая перчатка или такие вот неплотно закрытые крышки но есть множество разных извращений которыми пользуются на более простой это плотные пакеты в которые наливается вода и придавливается квашеный продукт такой пакет с водой заполняет все пространство банки воздух туда входить не может углекислый газ наоборот может выходить но есть один риск что пакет лопнет и тогда будет слишком много воды в вашем квашеном продукте и помимо ограничения количества воздуха помимо увеличения количества соли что нежелательно вы можете еще и контролировать развитие плесени снижая температуру именно поэтому квашенности в бочках которые хранятся в достаточно прохладном погребе все-таки не так быстро зарастают плесень мы с вами сейчас выясним то какие из плесеней могут быть опасными а перед этим сделаем наш вывод номер 24 который позволит бороться с плесенью и так лучший способ борьбы с плесенью это изначально не позволить ей появиться для этого нужно сделать квашеную среду наименее благоприятной для ее роста первое создайте анаэробную среду то есть не допускайте попадания кислорода в сосуд с квашенными продуктами для этого можно использовать несколько способов первый банка с гидрозатвором или специальной крышкой для брожения вы видите сейчас на рисунке как они выглядят второе перчатка с дырочкой которая пропускает излишек углекислого газа и при этом предотвращает попадание кислорода можно просто постараться сделать поверхность рассола как можно меньше например поместить пакет с водой в большую банку с широким горлом для того чтобы было меньше риска плесени нужно использовать наиболее свежие овощи потому что дневые овощи уже на себе имеют более высокое содержание плесени и вам трудно будет от нее избавиться если вы не можете полностью воспрепятствовать попаданию кислорода то вы можете квасить при более низкой температуре найдите прохладное место в доме или используйте подвал или создайте емкость с контролируемой температурой так как я показывал ящик с бутылками с замороженной водой например и наконец последний можно использовать больше соли до 2,5% это уменьшит то количество кашляных продуктов которые вы себе можете позволить съесть но даст им еще немножко больше остроты потому что в них будут развиваться другие бактерии которые дают немножко другой более острый вкус а мы с вами переходим к последней части вредна ли плесень об этом у нас была куча дискуссий и на моем бесплатном телеграм-канале и в моем платном клубе потому что есть множество людей которые буквально отравлены идеологией здорового образа жизни которые считают что любая плесень даже так к примеру которые живут на специальном сыре с плесенью это абсолютное зло потому что она содержит никотоксины те самые грибковые токсины которые производятся плесенью и которые могут вызывать рак на самом деле друзья это совсем не так какого бы цвета плесень не росла на ваших квашеных овощах как показывают научные исследования она безвредна более того друзья люди квасят продукты уже наверное 10 тысяч лет понятно что это квашение было в каких-то бочках или в каких-то открытых сосудах на которых всегда развивалась плесень более того поскольку бактерии нам не видны то люди думали что сама плесень и вызывает то самое полезное квашение поэтому эту плесень никто не убирал и как видите никто до сих пор смертельно не отравился человечество квасит 10 тысяч лет и при этом прекрасно живет и это подтвердили результаты научных исследований ученые там брали громадное количество разных продуктов и определяли наличие вот этих самых токсичных вредных микотоксинов и ни в одном образце квашеных овощей или фруктов не обнаружили токсичных для человека микотоксинов поэтому если даже у вас выросло что-то столь прекрасное как вы видите сейчас на рисунке то не отчаивайтесь если плесень не изменила цвета и текстуры лежащих под нею овощей то вы можете смело эту плесень снять или слить верхнюю часть рассола если даже изменился цвет ваших овощей они стали мягкими то просто уберите тот слой который стал мягким и смело затем вы можете съедать остатки если вы хотите хранить эти остатки то ради бога переложите их в меньшую тару залейте свеженьким раствором поставьте под гнет и вы снова сможете хранить их до того момента пока не съедите друзья и все фантазии о том что если плесень появилась на поверхности то заражен уже весь продукт что специальная грибница она называется гифы плесени проникают до самого конца банки это абсолютная чухня гифы проникают до того уровня где испорчен ваш продукт поэтому смело снимайте то что изменило цвет или стало более мягким протрите вашу банку перекисью водорода чтобы убить остатки плесени и кушайте на здоровье а уж белую плесень кама можно снимать много раз и об этом наша последняя рекомендация 25 если в ваших квашеных продуктах появились белые дрожжи кама или плесень любого цвета то удавите нежелательных гостей как только увидели либо снимите их ложкой либо просто полностью слейте верхний слой рассола если часть квашеных продуктов была над рассолами покрылась плесенью или дрожжами то выбросьте этот слой если вы хотите продолжить хранение продукта то после того как удалите дрожжи или плесень вымойте банку крышки теплой водой с мылом затем протрите крышку и стенки банка перекисью водорода тряпочкой с перекисью водорода и затем вы можете добавить новый рассол пол чайной ложки на стакан воды рассол должен заполнить ваш сосуд максимально доверху чтобы устранить любое свободное пространство то есть убрать воздух и затем вы можете хранить ваш продукт в холодильнике и подъедать по мере желания вот собственно говоря друзья и все что я хотел вам рассказать о научных основах квашения спасибо вам громадное за ваши интересы и внимание спасибо всем моим спонсорам спасибо Владимиру который поддерживает мой канал спасибо тем кто поставит лайк и подпишется так вы тоже поддержите канал а с вами был Макс Погорелый программа обман веществ в которой мы с научной точки зрения и под девизом больше знаешь крепче ешь развеиваем мифы и фейки о питании спасибо и до скорых новых встреч пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»